Привет, друзья! Слушайте, вот интересное явление. Дело в том, что человек мыслит обычно аспектно, как бы в туннельном зрении, и у него внимание, конечно, не может охватить всё и сразу. Это состояние единственное бывает такое, когда он в нулевом состоянии, когда одновременно всё и сразу – это состояние глубокой безмятежности. В этом состоянии, о чём бы вы ни подумали, мгновенно включается свободный поток ассоциации в русле темы, о которой вы думаете. Вот в данном случае я вам предлагаю вспомнить те действия, которые вы делаете на автомате, и из которых вам выходить не хочется. Например, вы вошли в бег. В ритм бега, и вы уже бежите на автомате, и голова уже освобождается от прежних напряжений, и вы уже думаете – свободно. Да, или, например, вы не удивляйтесь. Законы одни и те же во всех областях деятельности. В этом-то вся и суть, в этом-то и суть доктрины метода ключ. Послушайте, я говорил про бега, а теперь я говорю про ритм приседания. Поэтому не удивляйтесь. Если вы начинаете приседать в том ритме, из которого выходить не хочется, значит, вы выходите на скорость автоматизма. Значит, опять голова освобождается, и теперь вы можете приседать бесконечно. Точно так же, как если вы войдёте в ритм бега, вы можете бежать бесконечно, потому что на автомате. А при переходе работы мозга в режим автоматического исполнения, там происходят наименьшие энергозатраты. Поэтому вы при том же своём состоянии, если вошли в ритм, вы можете уже делать работу, поскольку не затрачиваете энергию. Бесконечно. Например, мыть посуду. Что и делала Агата Кристи, когда она думала о своих произведениях великих, и когда она застревала, то есть зависала в какой-то мысли, вот это автоматическое повторяемое действие снимало лишнее напряжение, и мозг работал продуктивно. Мне звонит Роман Газенко. До встречи. Расскажу потом, о чём мы говорим.